Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли-ли. Что ты готова рассказать про прошлый год? Как ты его видишь? Как он прошел? И про будущее. Так прошлое и будущее. И прошлое, и будущее. Сменился год, перелистнулся календарь. Какие-то итоги хочется подвести. Заглянуть, поблагодарить этот год. Ну мы с тобой очень хорошо уже сейчас осознаем, что 23-й будет крутой поворот, крутой год. Сам по себе такой год. Это мы с тобой очень хорошо осознаем. 22-й, наверное, знаешь как? Интересный был год на самом деле. Он и начался у нас, помнишь, если в январе, по-моему, мы... Он сумасбродно заканчивался тот и начинался следующий. Где-то мы делали прогноз, потом неожиданно это все... Там просто, помнишь, не разбериха, еще этот ковид, когда мы летели без ПЦР и так далее. И летели с Африки, приземлялись и тут же улетали дальше. Через две недели у нас вот эта тюрьма стояла. Такая была, движуха. Движуха. А потом там шло очень сильное углубление в информацию. Мы полностью тогда подняли подсознание и залезли туда, куда еще не ступала нога человеческая. И нам было интересно подсознание. Мы действительно по нему очень глубоко прошлись. 22-й год у нас по подсознанию очень серьезный. Видишь, мы прошли всю теневую часть именно подсознательную, именно нематериальную часть, психическую часть. Прошли на разных уровнях, разложили геометрию, там все это поописывали. На самом деле, с точки зрения труда, это был очень большой и очень интенсивный год. И дальше вот эти переломы, когда мы книги дописывали и так далее, даже в Грузию так далее летали, работали. Так уединиться, улететь, чтобы семьи не мешали. Мужики над головой не жужжали. Все было хорошо. А потом пошло углубление, сильное углубление. Мы стали делать меньше консультаций. Но те люди, с кем мы работаем по индивидуальной программе, мы им стали больше уделять внимания. Во всяком случае, даже вот такая работа пошла, ну, конкретно глубинная. И мы очень мало внимания стали уделять надсознательной части. Кстати, сейчас идет возвращение к этому. Но уже с другой стороны. Совсем с другой стороны. И очень много мы уделили внимания своему развитию. Именно целостности и силе. Силе сознания. Те программы, которые мы провели в этом году, в 22-м, они беспрецедентные. Они невероятные на самом деле. Просто действительно беспрецедентные. Особенно вторая половина 22-го года. Да. Она по силе просто невероятные. Курсы и программы все наши. Они невероятные по силе своей. Более того, я осознаю, что очень многие программы нельзя давать в открытый доступ. И, наверное, когда мы закончили книгу «Парадоксальное восприятие», я четко осознавала, что за эту книгу уже пускать людей, которые не прошли вот этот путь развития сознания, просто нельзя. То есть я понимаю, почему всегда знания были ограничены, почему религия строила преподны и так далее. Я очень многие вещи осознаю сегодня. Точно так же я. Вот. И мы вот это просто все прошли и прожили на себе. Более того, к моменту, когда мы подошли уже к концу 22-го года, я поняла, что мы в корне меняем научные взгляды. Начиная с теории Бехтерева и его подходов, хотя его подходы крайне грамотные с точки зрения науки, на сегодняшний день, если мы возьмем те же самые внушения и механизм внушения, на который опирается сегодня психотерапия, мы его разносим в трабадан, в пух и прах, и показывая безответственность человека и тот вред, который нанесла сознанию человека религия. Это невероятно, но мы просто вырубаем под корень зло вселенское. И я понимаю, насколько это тяжело человеком может восприниматься, поэтому все наши записи, книги, наработки, оно все остается в закрытом доступе. Это знаешь, как выгребаем мусор. Мусор настолько глубокий, как, знаешь, говорят, все, что нажито непосильным трудом тысячелетиями. Материю, именно ту тяжелую, тяжелую, мертвую материю. Мертвую материю. На самом деле мертвую материю. Выгребаем. Выгребаем для того, чтобы человеческое сознание могло проснуться, сбросить с себя вот этот мусор и сказать, подождите, так я же свет, я же Бог, я же осознаю. свою ответственность, я беру на себя ответственность за свою жизнь, и я создаю полностью то, что я хочу создать. Я вспоминаю, кто я есть. Я есть Бог по природе своей. И вот, когда человек вот это все осознает, а видишь, вырвать из контекста ничего не получится. Это путь, это цель игры. Ты не можешь прийти на финал игры, сказав, о, я ее всю проиграл, попробуй Half-Life прийти к победе, не проиграв, не пройдя весь путь. Да никогда в жизни. И поэтому это путь. И часть пути есть клубочек, по которому можно идти. Это наш опыт, который мы оставили в книгах, в открытом доступе в курсах. Пожалуйста, можно проделать этот путь. часть помогаем мы, когда мы человеку на консультации проводим. Часть придется топать своими ногами. Самому. Да. Ты знаешь, самое главное, к чему мы пришли и о чем мы честно стали говорить на консультациях, и мы показываем это примерами своей работы, что мы-то работали больше с аутизмом, с детьми, у нас классные результаты, очень много детей, кто вышел на здоровый путь, и мы показываем то, что здоровье детей, оно возможно только в том случае, когда меняется родитель, и этот путь придется проделать своими ногами. То есть изменения в родителе обязательны. Если родители возвращаются к старой жизни, первично, если возвращаются к старой жизни, то дальше есть вилка. Ребенок может остаться здоровым, но тогда будет болеть родитель, то есть он на свой ресурс уходит. Либо же он и утягивает за собой ребенка. И только идет смена, одна болезнь меняется на другую. Хочешь, чтобы был твой ребенок здоров, изменись. Хочешь быть здоровым, изменись. Другого пути нет. Без вариантов. Более того, мне прикольно, но именно об этом же. Заметь, ни в одном месте религия не переврала. Об этом говорят все религии. Кстати, когда расписывали религии, ведь на самом деле комично, но они все ключевые моменты. Они ключевые моменты, они не скрывают. Не скрывают. Но при этом, как ты говоришь, не переврала. Так вот, не скрывается, но интерпретируется. Как это? С ног на, на голову. Но при этом даже в Коране говорится о том, что если ты недоволен своей жизнью и хочешь увидеть другую жизнь, изменись. То же самое говорит. Но при этом направление изменись. Да, но при этом подразумевается под изменись очень много есть. Поверь во вынесенного Бога. Вот. Да, это вот сюда, здесь, знаешь, подмена такая. Подмена, указательные значки. Изменись, да, и так, вот, там ответственность. налево пойдешь, направо пойдешь. туда, туда. И вот и все. Все как в сказках. А на самом деле огромное искажение внесла религия. Настолько, казалось бы, фраза, правильная фраза, да, хочешь изменить жизнь, изменись сам. А искажение внеслось маленьким выносом Бога из себя. И все. Ты знаешь, выносом Бога с одной стороны. Сегодня я интересное видео подбросила, мне увидела один известный человек, не буду называть фамилию, он рассказывает про Россию и рассказывает, как все россияне, включая очень обеспеченных и высокопоставленных, пользуются фармацевтической продукцией западных производителей. И вот они такие сякие, как же они будут жить без западных таблеток и западных лекарств. Ты знаешь, я слушала его и понимаю, человек искренне верит в то, что его спасли или спасет лекарство, таблетка и так далее. Человек вообще не пытается ничего изменить в себе. Вынос ответственности. Только если раньше вынос был на Бога, а сейчас на таблетки, на западных производительной, на фармацевтику, а ведь на самом деле это такая ложь. Таблетки, они помогают за счет действия и блокировки каких-то процессов физических в теле, они изменяют планы сознания, планы подсознания и перенаправляют болезнь одну в другую, из одного течения в другое течение. отступила онкология, вдруг прибежал инфаркт, но это же не связанные между собой заболевания, но инфаркт уже настиг и окончательно отправил на кладбище, правильно, не ушел от онкологии, догнал инфаркт или инсульт, или еще что-то. И каждый раз вот эти вот моменты, они человеком разбросаны порознь, рассыпаны умом и говорят, ой, там, может, это побочное действие от лекарства, так раз, ответственность на лекарство. Нет, первична психика. Человек не хочет признать, что он первичен, его психика, его сознание первично. Именно его сознание дает ему возможность измениться через болезнь, через боль. Именно его сознание создает абсолютно все, только у руля кто? Этого его сознания, он отдает роль, роль кому-то управлять собой. фармацевтическим компаниям, медицине, врачу и так далее. Либо сам, но самому, понимаешь, смотри, как интересно, мы же сколько раз сталкивались, когда человеку говоришь, а человек не слышит. Он готов порвать нас клочья, растерзать. Сколько проклятий мы получали? Сколько слов, что мы жесткие, жестокие. Жесткие, жестокие. Не сочувствуем, не сопереживаем. Не сопереживаем. Понимаешь, когда я получаю вот эти письма, я понимаю, что это крик, но это даже не крик души, это крик безумный. То есть, душа так не кричит, это крик безумия в человеке, когда вот это сознание, которое зажали, которое не есть человек, и у этого сознания нечеловеческого. Как правило, знаешь, религия называет это бесами. Такое название, и тут же человек придумывает образ под это дело и боится. На самом деле, это вынесенное не я человека, вынесенная его ответственность, вынесенная его часть, это кусок человека вырванный. И этот кусок, превратившийся в болезнь, в боль, вот этот кусок кричит. Это даже не душа. Это оторванный кусок, когда человек сам порвал себя на части, а порвал через что? Через вынос ответственности, это через религию, через алкоголь, через лекарство. На самом деле, как правильно сказать, самоедство. Человек-людоед. Согласись. Ну да. Мы с тобой об этом и говорим. Расчинил себя виной, обидой, злостью, агрессией и так далее. И все. И сам себя ест, сам себя, считая при этом, вынося, что его обидели, его обвинили, его наказали. Вынося, но при этом сам же себя сжирает. То есть, он все создает и не осознает, что сам себя ест. Змея, сжирающаяся за хвост. Ум. На самом деле, ум. Программа ума. Активная программа ума, которая не дает вырваться из болота. Плюс эго, пустое эго, когда себя-то дома не осталось. Смотри, слово воспитание. Я никогда не задумывалась. А вот слушайся, однажды, вот буквально недавно у меня слово воспитание. Я вдруг так раз, в ось питания. В ось. Это не только пища. Это наполнение интеллекта, развитие сознания. В ось питания. А ведь воспитание мы какое даем? Ограничивающие. Вместо того, чтобы напитать и наполнить. А напитывается и наполняется человек через что? Через благодарность? Конечно. А вместо этого уже наука говорит. На тех же детей кричать нельзя. Если на ребенка кричат, недавно слушала одного товарища, очень классного, мне понравилось. Если на детей кричат, доказано развитие практически всех заболеваний. Не только там энурез, не только аутизм, не только умственное отставание. То есть то, что связано больше с психикой. Там и физические заболевания. И при этом родители, которые создали ребенка, которые говорят, как они его любят. Они на него орут. Они мешают ему травму. Ты мешаешь жить им. И потом вот этот родитель говорит, а почему у моего ребенка аутизм? Я никогда не кричу на своего ребенка. Кому ты врешь? Зачем? Но радует, что есть другие родители. Меня очень радует, как меняются мамы, с кем мы работаем. На этот Новый год я переписывалась со многими родителями. И, ты знаешь, мне очень приятно было, когда я видела действительно очень крутые изменения в семьях. Эти изменения произошли у кого-то за полгода, у кого-то за год работы. Но это реально было до слез, радость до слез, что люди развиваются. и там на выход идут целые семьи. Нельзя сказать, что поправляется ребенок, поправляется семья. Ребенок не вырван из контекста. И это, это невероятно. и точно так же взрослые. Да, я на Новый год наблюдала за своим... Короче, за старшей дочке сына. Я не могу слов. За внуков. За внуков. Блин. Ты или я бабушка, я не бабушка. Это потому что в это слово вложено нечто другое. Во всяком случае для меня картинка другая. Ну, не ладно, не суть. Просто вот на моих глазах как разворачивалось 31 числа все хорошо. 1 числа даже не так. Уже в ночь с 31 на 1 у Домирки началась рвота. Его начало тошнить. И первое, что перед этим была выписана из больницы Свекровь Светиным. И Света первое, что сказала, все, ротовирус. Мама может скорую вызывать? Я говорю, нет никакого ротовируса. Давай, говорю, то-то, А зачем ротовирус? Так дальше опять его тошнит, опять она ротовирус. Я говорю, Света, что ты создаешь? Не надо мне тут создавать. Ребенок переел разного, намешал. Дальше, слушай, нет, Света не может успокоиться. Тут бац, у мужа светит туалет, образовался. Я говорю, Света, ну сколько уже можно? Тебе надо доказать, что ли, что это у вас в семье ротовируса. Через какое-то время, я говорю, нет, не ротовирус, она все пытается мне скорую навязать до Мирки, чтобы вызвать. Через какое-то время, мама, меня тоже что-то мутит. Я говорю, пока меня не замутят, я скорую вызвать не буду. Короче, до Мирки уже температура поднялась. Я все равно говорю, нет, ну там, делаем там водичка, там, все хорошо у ребенка, и скорая не понадобилась, и у мужа хорошо все. Все замечательно. Вот, понимаешь, как человек, вот. Представляешь, как скорым тяжело. Просто вот на моих глазах, просто я, я конкретно осознавала, видела создание, как человек, прямо вот, необходимая, знаешь, потребность такая, сыграть в эту игру и доказать, что это, и тут и страх замешан, тут и какие-то свои программы, и какие-то протест против мамы, что нет, надо доказать, что я все-таки знаю лучше, ну, в смысле, там, да, дочка. А на самом деле, по итогу, все замечательно. Главное, что было? Включить голову, разум. И на самом деле, все народные средства, не таблетки, не кокет, а все в разумных, абсолютно в разумном мышлении, ребенку дать питье предоставить, смотреть там специальное тоже с этими солями питье, все. Кормить изначально нормально. Ну, да, но тут ночь новогодняя, он ел там и конфеты, мешал, и торт, и мясо, и там все-все-все подряд, ну, естественно. А еще в ночное время, когда желудок стоит. Да, а еще самое главное, что они ему купили детское шампанское, пузырьки, ну, и все, он ее выпил в эту бутылку, ну, естественно, все вот так. И она говорит, температура, температура. Я говорю, конечно, будет температура, когда тут стряска такая в организме. Бедные врачи скорой помощи на Новый год, слушай, им же всем поднимать жизни стоять надо. Когда у них такая клиентура регулярно сваливается на голову. Так, ладно, еще трезвая, а когда бухай. Это жесть. А может, кому-то в радость, не знаю, работа привалила. Ну, вот, короче, вот так родители необдуманно со своими какими-то страхами, со своими проблемами, со своими программами играют, создают, капушатся. Короче, я конкретно вижу, что человечество самоедством занимается. Это вот, мы действительно живем в мире людоедов. Естественно, что это мир болезни. Мир болезни. А из мира болезни есть выход только через осознание. Осознание боли. А боль можно осознать, когда ты осознаешь мир материи. А материю можно осознать только тогда, когда твое сознание вышло за пределы тела, за пределы психики. За пределы материи. За пределы материи, да. И осознает вообще этот мир как результат. То есть, оно взяло ответственность за этот мир на себя полностью. И тогда оно видит в отражении все то, что оно создало самостоятельно. Осознает свое сумасшествие. Осознает свое сумасшествие и меняет. И меняет. А без этого никак. То есть, первое – это осознание сумасшествия. Это что ты делаешь? Где мозг? Где разум? Да. Разум разбуянился. Да. Программа. То есть, машина вышла из-под контроля. Именно вышла из-под контроля. Но это уже серьезно. Когда роботы управляют человеком, а не человек роботами. Человек становится, выходит на путь программного обеспечения. И ты знаешь, вот если посмотреть на 23-й год, если вернуться к этому, то вот смотри, мы начинаем год с одного из самых крутых и глубинных курсов травмы предательства. Подводка будет через лекцию для того, чтобы завтра было на курсе «Меньше слов». Вот сегодня лекцию на эту тему разложим, как вообще приходила эта травма, откуда она взялась и так далее, под основу. А дальше, завтра уже будет глубинная работа для того, чтобы основные травмы предательства, она у нас будет не одна, а жизнь все-таки большая, мы накопили много на травме предательства, обид и так далее. Все равно один из игр, грубо говоря, один из травм. И травмы типовые и подняв их у других людей через их опыт и осознав это в себе, захлопывается эта травма и ты осознаешь целостность. И тогда следующий шаг вообще осознания выхода в материю, с чем идем и как играть будем. Это еще одна программа, которая у нас стоит. А дальше программы я пока не ставила на сайт. Но мысли интересные у нас с тобой. Но смотри, те наши планы, которые мы с тобой уже проговаривали, пока они не описаны и только сегодня немножко замануху вкинем. Для того, чтобы осознать материю из сознания, вот с этого восприятия, надо осознать по сути дела все, что мы строим нашим сознанием. А нашим сознанием мы строим декорации и нашим сознанием мы строим отношения. Там уже будут вторичные деньги, третичен секс, еще там, еще и еще и еще. Это все мелочи, бытовуха. А ключевое это будут декорации, мир материи, который мы считаем бессознательным. На самом деле он вполне себе сознательный. Это тоже сознание. и будут отношения там, где боги между собой взаимодействуют. Заметь, у нас уже с тобой подход, отношение к людям для нас любой человек бог. У нас нет того, кем хочется управлять. И даже на эту тему недавно я получила письмо. Помнишь, мы с тобой даже вечером решали, что с этим всем делать? когда, ну, по сути дела, был прямой укор. Человек ожидал, что все сделают за него и будут им управлять. И при этом он дико этого боялся. И вот этот парадокс ожидания и страха. Ломка такая. Ломка такая. Наркотическая зависимость. Наркотическая зависимость такая. И человек обращается за помощью, и вот он ожидает и боится. И вот на самом деле это человек это рабское сознание. Конечно, порабощенное. Это состояние порабощенное. Сознание порабощенное материи. Человек полностью в капсуле материальной зажат и он не видит из нее выхода. И любая попытка показать ему выход превращается в то, что ты открываешь дверь рехлева и говоришь выходи из загона. А он назад. А он назад идет. Выходи, а он назад идет. И это сделала религия. Почему я сказала дверь из загона, потому что там есть пастыри. И вот сейчас, особенно когда это католическое Рождество, я когда вижу даже картинки, у меня всегда до этого, до такого нервного ика доводит ржание. Ну, люди, ну вот посмотрите, почему вы считаете сквернением чувств верующих, если кто-то высказал вам мысль о том, что вы делаете, а вот эти картинки, которые идут религиозные, вы не считаете сквернением, кем вас считают, кем вас называют. У меня вообще это не укладывается. Вы соглашаетесь на это. Вы соглашаетесь на это. И, кстати, вот это безумие, пока человек не осознает, разум не может подключиться. Он не видит человек. Понимаешь, для этого надо увидеть, чтобы осознать, а человек не видит. Точно так же, как и не слышит, когда мы говорим. И просто тупо орет, дайте мне, дайте. Помнишь, как подсознание говорит, пока тело не услышит. Пока тело не услышит. А тело не слышит. Кстати, в этом плане, пока тело не услышит, тоже интересная тема такая. Для того, чтобы изменилось тело, надо мало того, что осознавать полностью материю, а для этого надо полностью проработать подсознательный вот этот травматизм. И не только травматизм, вообще осознать психику, работу психики, так еще и полностью пересоздать материальный сценарий. Полностью пересоздать. Потому что, если ты не пересоздаешь, то у тебя как бы нет решения проблемы. Потому что, заметь, вот такая тема. Например, возьмем заболевание. Вот там ребенок растет, родился абсолютно здоровым, в 10 лет заболел, например, астмой. И уже все, он пожизненно с астмой. Там еще к 20 годам у него вдруг случился там ревматизм по суставам. Все, он уже пожизненно с ревматизмом. То есть, болезни, как таковые, они приходят, но они не уходят. Они остаются с ним уже до старости. И человек забывает, и потом они видоизменяются, соединяются, и диагнозы усложняются. И вот уже к старости человек пришел, ожирение, атеросклероз, инсульс, инфаркты, сахарный диабет, и человек совсем соглашается. И говорит, ну все, жизнь прожита, я стар, и уже все... Как мусорка. Как мусорка, да. А на самом деле у него шло постепенное подключение болезни за болезнь. И заметь, и ни за одной болезни нет выхода назад. Даже перелом, казалось бы, перелом, срастется кость. Кость срослась, все, а потом она ноет на погоду, потом мозоли, и пошло, пошло, пошло. Все только потому, что человек соглашается. Он соглашается. И не меняется. Все, что в него забрасывается, он соглашается. И он это добровольно несет. И несет на себе до старости. Так же, как человек доброволь... Вот, так же, как человек, только хотел сказать, что добровольно несет то, что стареет. Старость, это... Руку лиц, Обязательно, да, приходит, это неизбежно. Я это осознаю, наверное... Тогда смерть нужна, чтобы избавиться от мусорки просто. Ну, так, естественно, это выход. Перезагрузка. Это выход. Это выход сознания, вырваться из этой мусорки. Единственный выход. Парадокс в том, что это действительно единственный выход. И тогда, чем больше человек осознает и сбросит в процессе жизни, тем дольше он будет жить в молодом здоровье. Да. На прямую связь. На прямую связь. На прямую. Кстати, тоже интересно, врача на Новый год слушаю. Нам на Новый год очень сильно повезло. Мы сидели без интернета, а один оставил. Бой курантов у меня был по мобильному телефону. Я все хотела, а то один отказаться. Ну, все равно уже переселяюсь. Там не будет. Не будет этого жуткого интернета. Но сам факт. Слушала врача. Женщина говорит, вот наука пришла к тому, что ресурс печени, при всем том, что печень-то регенерирующая, ресурс печени заложенный минимум 400 лет. Это уже пришла наука, это уже пришла медицина. А дальше идет зашлаковка, питание там и так далее, и так далее. И человек умудряется убить свою печень там за 50. И вот слушаешь это и понимаешь, мы-то видим ресурс в психике 3000 лет, но уже, слава богу, что 400 уже допускается. Уже даже наукой допускается, медициной допускается. Хотя, с другой стороны, когда я смотрю на медицину и понимаю, что если медицина не занимается решением подсознательных задач человека через боль, через болезнь, то она и не может вывести человека из болезни. Тогда это развод и обман. В чистом виде. Ты знаешь, да. И тогда инфодайминг это про новую медицину. Вот, я только хочу сказать, тогда инфодайминг это медицина психики. Это новая медицина, новый подход в медицине. Сперва решаешь психическую проблему, потом решаешь физическую. И тогда человек поправится. И потом ты сам решишь физическую уже. Либо можно и с помощью медицины. У медицины есть хорошие наработки, которые будут больше по работе с физическим телом. Заметьте, там будут и массажные, и разные такие штуки, которые разумные вещи, которые, да, вот как я говорю, связанные со здоровьем, с питанием. Сперва на первом меня, да. Но сперва психические задачи. Психические, что в башке? Что в башке? Сперва чинят башку, потом чинят тело. Если в башке только вера, что таблетка поможет или доктор, и свято верится, что доктор не может ошибиться, вот портон. Ты знаешь, я вспоминаю свою молодость, когда я вышла замуж, и Вовка родился. И, наверное, может быть, даже это даже первая болезнь была. Сколько ему? Три или четыре месяца было. Ну, до полугода. И он заболел, и так кашель у него был, ему выписали антибиотик. Первый раз я ему давала тогда антибиотик. И я пришла в аптеку получать. То есть врачам я верила свято. Я вызвала врача, доктор выписала, сказала, да, 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 надо, там все тяжело, все плохо. Я пришла в аптеку получать, а фармацевт спросила, говорит, сколько лет вашему мужчине, я говорю, ну, там, до полугода, месяца, она говорит, как? Говорит, так тогда здесь доза. Доза превышала там почти в 10 раз. То есть там очень сильно она была уменьшить дозировку. Она говорит, это же убойно для грудного ребенка. И я после того, энциклопедия, любой рецепт, что выписывает моего ребенка, я все перепроверяла полностью, чтобы не было ошибки. Это хорошо, что я попала на фармацевт, она нормальная. У меня у старшей антибиотиками тоже была, она как-то так заболела, и антибиотиками ее начали пичкать, пичкать, и убили иммунитет настолько, что мы его еле восстановили. Я тогда еще не понимала этого всего, о том, что осознаю сейчас. Но при этом уже тогда после этого я напряглась насчет антибиотиков. И вот со второй дочкой у меня Лера антибиотики, я даже не знаю, один раз было у нее, может быть, один раз, я даже не помню, или даже его не было. То есть она у меня абсолютно без антибиотиков. И практически без лекарств, и она редко вообще болеет. Если заболела, то день-два, и все. А до Мирки уже все. Вот я даже сейчас спросила, говорю, Света, что насчет прививок? Она говорит, я уже давно не делаю все, ни одной. И также с лекарствами она, кстати, давно уже тоже. Но я уже была в инфодайвинге. Она с лекарствами подходит по-другому к ним. А видишь, через меня. У меня получилось, что в 9 или там 8 месяцев у меня врачи выводили из состояния воспаления легких, из болезни, с передозировкой пенициллина. В итоге у меня организм не принимал антибиотики. Более того, прививки мне были запрещены, потому что тело вообще не воспринимало медпрепараты. Можно было отправиться на тот свет. И у меня карточку в детстве, вот с 8 месяцев, как перечеркнули красным карандашом, написали, медпрепараты запрещены. Так я дожила до 9 класса, где мне благополучно вкололи прививку АКДС, от которой я чуть не умерла. Четверо суток мне доставали с того света. И я благополучно осталась жива. И с тех пор я живу без лекарств, без прививок, без ничего. И благополучно живу. Единственное, я задумалась об одной прививке. Это была малярия, когда думала лететь водопад на границе Перу, Бразилия, Аргентина или что-то, не помню. Там есть водопад, но там от малярии надо прививаться, чтобы туда попасть. И поэтому, когда мы вот сейчас летим в Бразилию, я посмотрела маршрут, смотрю, этого водопада нету, нахрен малярии не надо. Уже спустя какое-то время для меня изменилось. Я лучше не поеду на этот облизлый водопад, чем я буду колоть прививку и портить свое тело. Это уже после ковида. А до ковида я рассматривала еще вариант все-таки малярии. Даже у меня и мысли не возникают о прививках. Просто это все очень жестко. Если ты туда попадаешь, там очень высокий риск. Поэтому, когда смотришь, смотри, куда едешь и выбирай. Думай сперва головой, что ты делаешь и зачем ты делаешь, и что для тебя важнее. Везде есть выбор. Везде надо подумать, потому что ты отвечаешь за свое тело сам. Почувствовать. Не подумать, а почувствовать. Ты отвечаешь за свое тело сам. Это твое тело. И никто за тебя не ответит. Ты ответишь за него болью. Это ровно так же, когда ты переходишь дорогу в неположенном месте, или ты идешь, бросаешься под машину на гололед, машина скользит, а ты выступаешь на дашь ходный переход, типа тебе должны... И потом обвиняешь, да? И потом обвиняешь, да. Это глупо. Это твое тело. Позаботься о нем сам. Почему ты его вынес? Зажив своего тела вынес на кого-то или что-то? На кого-то, да. На машину, на водителя, на кого угодно. Точно так же, когда машина. Я врача вызову, на скорую, на врача, еще на кого-то. Да неважно, на кого ты выносишь ответственность. Это вы на соответственности. Все, ты создал игру. Ты вынес ответственность, ты создал игру. И ты ее будешь проживать, чтобы вернуть ее обратно. Сколько тебе кругов для этого понадобится? Видишь, мы с тобой очень хорошо уже знаем, как разворачиваются игры. Мы видим, как они разворачиваются. И тогда в 23-м году нам надо описать эти игры. Эти игры. Именно болезни и игры программы на самом деле. Все игры – это программы. По сути дела, любой человек – это типовое программное обеспечение. И ты видишь, вот идет красивая женщина. Вот ее программное обеспечение такое. На выходе посмотрим, как у нее развернутся отношения, посмотрим, в каких декорациях она будет жить. Следующее. Вот другой тип женщины. Отношения к декорации. Оно все стандартное. Вот если мы эту работу проделаем и пишем, то точно так же к декорациям и отношениям паровозам, вагонам, прицепным, едут болезни. Смотри, да, да. И смотри, вот и тогда не надо ни астрология, ни нумерология, а всего лишь открыть глазки, разум, то есть свой разум разбудить. Посмотри на себя со стороны. Все. Посмотри, что ты делаешь. Да, да. Все. Что делаешь, что имеешь. А когда ты тут же соглашаешься, да, астрология соглашается, нумерология так говорит, конечно, они так говорят, потому что ты соглашаешься, и ты это несешь все время в себе соглашаясь. И это действительно программа написана, ты с ней согласился, и ты эту программу исполняешь. И она вот, она прям, ну как мы с тобой видим, вот как ты сейчас и говоришь. Женщина, посмотри на ее жизнь, ты распишешь все абсолютно. Все полностью. Еще и наперед, и назад. Мне даже, знаешь, вспоминается одна из консультаций. Вообще таких случаев у нас много было, да? Это вот одна из недавних, там, где на консультации ты сидела и говоришь, ну не могу понять. Человек падает, ноги не держат. И мы начали с тобой заболевание перебирать. Рассеянный склероз нет там. Ну от чего ноги не держат? Не держат ноги, и все, вот не держат ноги. Ну от чего ноги не держат? Да. С алкоголем. Да. Но человек-то не согласен с этим. Он же говорит, нет, 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 нет. Нет этого в моей жизни. Чиста как слеза. А ноги-то не держат. Угу. Блин, вот так, вот, вот твое проявление, вот ты имеешь жизнь. По-другому не будет. Вот программное обеспечение, вот ты имеешь жизнь. Так каждый раз. Вот это надо порасписывать, потому что на самом деле, когда я слушаю психологов, особенно, вот, есть психологи, над которыми я просто ржу. Вот человек говорит, тот же сатья там, там и же с ним, еще там несколько, в основном женского пола, тоже такую ахинею несут, что просто смотришь и думаешь, мама моя дорогая, люди, вы сами верите вот в этот бред, что вы вот сейчас говорите. Но при этом нет желания вмешиваться. Если люди так проявляются, наверное, это кому-то надо. И кто-то, наверное, кайфует от этой игры, вот, и аплодирует этому, и кричит, да, я такая дурная, и меня надо, давайте тырите, тырите меня еще больше, да. Но это все про интеллект, на самом деле. Но есть люди, которым действительно хочется найти выход. Вот когда Бог просыпается, ему действительно хочется найти выход к самому себе. Ему хочется разобраться в этих зеркалах-перевертышах. А начало с себя, где, как он себя проявляет, и почему на выходе он имеет это или это. Вот если это все подробно разложить по полочкам, то оказывается 11 игр, 11 типажей. Все очень просто. Все очень просто. Вот это можно все поописывать. Банально и просто, да. 23 год. Сделай такое пособие для мужчин и женщин. Именно, да. Вот это будет. По отношениям и декорациям. Но опять-таки по болезням. Кстати, книга «Инфодайнг и лизионист» уже больше 300 страниц, и пора ее вычитывать и приводить в тот формат, который, понимаем, не только мы с тобой, другая. Это наша с тобой сейчас. Это кусок работы. Это моя задача, да. Сейчас. Это кусок работы, сесть и это все привести в нормальный формат. Потому что лизионист, да, ее надо привести. Для того, чтобы ее читать, можно было, не только нам, как ты говоришь, да, не то, что читать, а осознавать. На самом деле, это книга, которая, вот вычитав ее и, знаешь так, ее плавно, плавно сделать соединенной с перетеканием, то есть, чтобы осознание, сознание, которое, человек, который читал иллюзиониста, мог не уходить в иллюзию, кстати, а именно уходил в сторону создателя. Осознание создателя, себя создателем. Но эта книга, она, Наташа, доступна. Не то, что доступна. Ее может прочесть. Да, да. Ее прочесть может только сознание, которое прошло весь путь и прошло оно его в искренности. В искренности, в интересе самим собой. То есть, чисто. Понимаешь, там есть точки входа, через которые ты даешь обезьяне гранату. В том-то и дело. Вот то, что сейчас человечество живет. Да, да, да. И тогда получается разнос. То есть, когда ты попробуй запусти, да, создающее сознание будет у любого человека. Ты будешь создавать через любовь или через месть. А это существенно? А это существенно. Но это именно вопросы. И вот этот год мы с тобой постараемся вывести именно в любовь. В создании отношений, направления постараемся вывести именно этот год отношения, показать мужчины и женщины, пособия создать по отношениям для выхода в любовь, а не вместе. Не в выгоду. Понимаешь, когда мы говорим о любви, даже когда вот я могу где-то комментарии оставить, потом под моим комментариям люди пишут. А что, забота это не любовь? А что, внимание это не любовь? А что, кормить, поить, одевать это не любовь? И упреки. Да вы тогда не знаете, что это такое любовь? У меня там муж лежит больной, я ему жопу подтираю, вот это и есть любовь. Нет, это не любовь. Это искажение. Это искажение. Выгода, ложь. Блин, мало того, это выгода. Выгода, чтобы показать, то есть уложить своего человека. Я хорошая. Я хорошая, чтобы показать, что я в любви нахожусь, посмотрите все, я забочусь. На самом деле, я не знаю, что такое любовь. Более того, у меня нет реализации, и я заменила свое проявление на то, что я играю в игру болезнь моего близкого. Искажение. И не осознаю, что именно мое сознание запросило эту игру для того, чтобы осознать, что я не в любви. И я ни крена не осознаю. И все дальше, и дальше в искажении. И дальше, и дальше в искажении. Зеркалар, дальше, дальше трещат, 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 трещат. Как я тебе только что вот сказала, что вдруг внезапно осознала в этот вот момент, мы говорили, записывали подкаст, и вдруг про людей стали говорить, про человечество, и вдруг я понимаю, я вижу картинку, я прям зависла на ней. Вот здесь пустота у человека, а здесь гниющий, гниющий, выключающийся мозг. И вдруг я понимаю, что вот человечество на этой грани находится, когда материя умирает. Умирает. Перезагрузка. Умирает. Именно умирает материя. То есть чувства уже давно пусты, нет их. Вот здесь пустота. Ведь ключ, мы-то знаем, что в чувствах, а он уже пустой, все. И мозг выключается, и я прям вот зависла на этой картинке. Потому что если ты смотришь из-под сознания, ты сразу видишь людей и зомби. Зомби. Потому что разум отключен, а материя получается мертвеющая. Мертвеющая. Да. Мертвеющая сознание. И тогда, куда внимание сейчас людей надо? Кстати, куда внимание? На чувств мужчин и женщин. Вот оно. Потому что наше спасение вообще материи, да, и жизни, и мира, вообще жизни. Включение разума включение чувств. А что сейчас происходит? Все больше и больше включается машинный. То есть контроль над человеком машинный. Экзамены машины принимают. Ну, я... Искусственный интеллект. Смотри, все. Полностью, полностью. То есть чувств уже нет. Все. Человек выключен. Остался только мозг, который уже... Человек говорит, дай мне алгоритм. Я вот сделаю это, это, я должен поправиться. Нет. Пока ты машина, ты не поправишься. Тебе надо вернуться к человеку. Сейчас, да. Пока мы, люди, сейчас не включим, не начнем включать чувства, именно чувства свои, внимание на чувства, что я чувствую при этом, как я вообще чувствую свою жизнь, как я вообще чувствую себя. Пока мы не начнем вот сюда внимание направлять, материя будет умирать. А прикинь, вот сейчас те, кто будет смотреть, 99%, когда ты говоришь слово, внимание на чувства, тут же отношения, секс. Тут же модель работает. Кстати, я в последнее время просто офигеваю, какое количество мужиков трясет своими гениталиями в ТикТоке, в Инстаграме, везде. Причем, я имею в виду, мужиков нет, этих порношников или еще кто-то, я не об этом. Я имею в виду тех же психологов, я имею в виду тех же, кто пытается себя рекламировать, продавать, кто себя блогером считает, журналистов в том числе и так далее. Я когда смотрю, то есть они, я утрирую, когда говорят, трясутся гениталиями, да, они могут принять вполне себе умные позы и сидеть за столом и рассуждать на какие-то темы. Об этом же. Но они везде выставляют, вот мужчина, он должен, он защитник, он вот это, у него же есть мужское достоинство. А иначе женщина отрубила у него мужское достоинство и она виновата во всем. Ну и вот в этом вот ключе все рассуждения, вот для меня это равносильное эксгипиционизму. То есть вот слушаешь вот такого мужика и думаешь, мужик, ты уже растянулся больше яйцеклетки, а ты ж на самом деле сперматозоид, ты должен в яйцеклетку, а не поглотить ее и проглотить. Ты что-то похож на крокодила, который солнце проглотил. Кстати, опять-таки ум, опять-таки ум, смотри, мужик, змея, что делает, как она яйца? Она огромное яйцо, может так, вот она сперматозоид, на яйцеклетку. То есть ты, слышишь, попутал. Ты потерял ориентацию. Ориентацию ты потерял. Курс туда. Мы что и наблюдаем сейчас. Что и наблюдаем. Точно. Так оно каждый раз, когда вот эти вещи видишь, перевертыши, они же сперва в психике, а из подсознания они видятся совсем по-другому. Но это на самом деле очень весело. И, кстати, и рассуждают. Рассуждают. Вот посмотри, какие самцы рассуждают. Ты даже по физиономике можешь смотреть, понимаешь, крокодил, солнце пытается запихнуть себе в рот, а оно туда не лезет. Тогда он запихивает туда, куда лезет. Ладно, сейчас мы договоримся. Вообще, это подкаст про 23-й год. Ну, вернемся к этому. Смотри, секс, да, вот секс выставлен сейчас прямо вот на первое, на пьедестал, на первое место. И заменил любовь. Чувство. Заменил. Просто, знаешь, как вот это идолство, которому поклоняйся, и без этого просто никак, конечно, нет любви. И может любой человек сказать, конечно, без секса нет любви, да? Пардон. Любовь первична, чувства первичны, а секс, он естественен, он всегда будет рядом. Это точно так же, как первичен интерес, а деньги, они всегда будут там, где интерес. Точно так же, любовь, а секс будет всегда там, где есть любовь. Но когда секс первичен, то любовь не будет. И точно так же, как деньги, интерес нет. Один в один. Ты будешь бежать за этой морковкой, вот кажется, женщины за сексом и бегут. И под меня, это на самом деле не осознают женщины, что в женщине заложена целостность, она изначально целостна, женщина, изначально, но она эту свою целостность, она забыла, и она просто подсознательно, не осознавая вообще сути своей целостности, но она по-любому, она ищет вторую половинку, потому что она подсознательно знает, что она целостна. И она вынесла ее на мужчину. Ты говорила, а бегут ли женщины или мужчины навязывают им стереотип, как стереотип блондинки, что все женщины блондинки дуры? Нет. Нет. А мужчины навязывают этот стереотип и его юзают, 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 и потом женщина начинает вести себя так, как по стереотипу. Соглашается. Все равно Наташа первична женщина. Женщина дает жизнь. Первична женщина. И именно женщина, если она выходит добровольно на второй план, соглашается, потому что разум вообще целостность, я опять-таки повторю, целостность в женщине, изначально в ней женщина, целостность. И она, именно она всегда стремится, ведь не мужчина стремится найти половинку, а именно женщина. Это потребность. На самом деле потребность, та потребность, благодаря которой жизнь продолжается. Ну да, но женщине тогда надо выйти из рамок семьи. Она должна нет. Видишь, как женщина она ищет интуитивно выход, хотя при этом ее уже напихали барахлом семейным родители на этапе до трех лет. Род. И она уже из этого барахла пытается выбулькаться хотя бы куда-то и зацепиться за штучку. Курочка ряба заведенная, она пошла и пошла и завели. На самом деле это так. Поэтому тут все-таки о чистоте, об искренности и это все должно начинаться с семьи. Так или иначе обществу придется восстановить институт семьи, где правит любовь, правит чувство, правит искренность, открытость, где измене нет места, где... Где любовь там не может быть изменой. Ее просто не может быть. Просто вообще никак. То есть, где вторичная выгода, она уходит, ее не уберешь совсем, но она уходит и она не заменяет любовь. Где осознается, вот эти все моменты осознаются, договариваются и дети воспитываются в любви без крика, без злости, без ненависти. Где нету родителей один, родитель два. Уходит вот это безумие, на самом деле это безумие чистейшей воды. И вот к этим ценностям все равно придется вернуться обществу. Но это возвращение будет не через догматизм, не через сжатие женщины одень платок, одень юбку, замотайся, чтобы на твои там руки-ноги никто не обратил внимания из других мужчин и так далее. Не через порабощение женщины. Да, ты настолько тупа, да, получается, что просто если на тебя там кто-то посмотрит, ты ты сразу готова и согласна. не через тупление женщины. Развитие идет через возвращение Бога в тело. Возвращение чувств. Через чувство подключается разум. А когда подключается разум, тогда нет места вот этому безумию, которое сейчас творится в мире. Но тогда уйдут 11 библейских игр. Они будут заменены на другие. Вот это развитие сознания на самом деле. Но тогда нету места религии. Нет. Вообще общества. И общество к этому придет. Вопрос через сколько хотелось бы быстрее. Но если мы уже это осознаем и осознают уже не только мы, но осознают и другие люди. Это прекрасно. Я уже увидела в новостях, как благодарность входит в наше общество. Заметь, они 1 января просыпались. Я тоже. И первая новость. МВД благодарит белорусов. Я аж несколько раз прочитала. Думаю, мужики, вы что? Мы начали 23 год с благодарности. Я от МВД. Молодцы, мужики. Я тоже столько благодарности увидела. Именно благодарности в интернете. И я конкретно осознаю, что люди все-таки повернулись туда. Поворачиваются. Поворачиваются к себе. Включается разум. Правильно, любая игра завершается через благодарность. И новая игра начинается из благодарности. Потому что разум, он бесконечен, он бессмертен. А только ум, материя, она конечна без сознания. Материя может жить только с сознанием. Если сознание, материя поглотила, она все, она конечна. То, что я внезапно увидела пустота чувств, то есть нет, уже все. Мозг загнивает, черный. Я прямо это так очевидно увидела. Вообще просто невероятно. Действительно конец материи. То есть все, выход сознания из тела и перезагрузка всего человечества. Зачем? Зачем? Если включить разум, и мы бесконечны, мы бессмертны. Мало того, мир меняется из мира болезней, из мира самоедства, людоедства, он превращается в красивый мир. Так давайте начнем его с благодарности, с чистоты, с искренности, с любви, с интереса. Вот это 23-й год. Если его сейчас осознать, то есть начать 23-й год с осознания благодарности, любви, искренности, взятия ответственности за свое создание, за наполнение чувств, да, все. Все. Вот просто, вот прям сейчас же начинается полный разворот другой совсем истории. И тогда Белая Русь становится белой. Она становится белой. Не просто так она названа Белой Русью. Белой. И она начинает расти. Как это, знаешь, как? Расти и светить. Солнышко встает. Солнышко встает. Просыпается человек, просыпается Бог. И 23-й год это про просыпание. Ура! 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 Мой кураган за что-то это.